Итак, привет, друзья! Сегодня у нас будет небольшой обзор шпулей Diva LT, универсальной шпулей, которую Diva уже анонсировал довольно давно, но вот только сейчас они появились на рынке Украины. А стоят они примерно по 22 доллара, 25 долларов, ну короче, в больших размерах 5,6 тысяч они чуть-чуть подороже. Шеститысячные, кстати, тоже есть, так что на радость федеристам, наконец-то, они появились. И они тоже мелкопрофильные, как и вот эта вот трехтысячная шпуль, то есть S с представкой S, вот как видим. Их я на самом деле достаточно давно ждал. То есть то, что шпули эти появились, это довольно классно. Ну сейчас сделаем короткий обзорчик и скажу вам, что в некоторых моментах они прикольнее, чем с пулей SLP, которые можно купить на Алиэкспресс. Ссылочки на них я также оставлю в описании, но они все еще остаются актуальными, потому как сейчас об этом поговорим. Сразу что бросается в глаза, сейчас пока что отложим эту шпуль, это комплектация. То есть здесь там макулатура с инструкциями, как все это дело можно использовать. Вот такой вот инструмент для демонтажа втулочки. И фрикционного пакета втулочка 4х7х2.5, которая в принципе меняется на такой же подшипник 4х7х2.5. И вот такие вот фиксирующие шайбочки для этой втулочки или для этого же подшипничка, которые ставятся вот сюда в посадочное место от данной... в данной шпуле. Ну точнее она ставится на шток, а шпуль уже одевается на шток, и естественно подшипник или же втулка входит в посадочное место. То есть в принципе сюда же тот же самый подшипник вместо втулки 4х7х2.5 можно поставить. И таким образом, так скажем, поднять класс вашей катушки немножко. Просто заменил вот эту шпулю, добавил подшипник, например, на Дайву Ниндзю, если вы это поставите. Во-первых, у вас будет получиться более легкая шпуль. Во-вторых, это получится шпуль с подшипником. И таким образом, ваша Дайва Ниндзе станет Дайву Прорекс Х, которая выглядит будет немножко иначе. Вот, как мы знаем, шпули SLP есть черные и есть серебристые. А вот они отличаются тем, что в черных шпулях вот это посадочное место под подшипник есть, и они, в принципе, становятся на все катушки, в которых есть этот самый подшипник под шпулью. И на катушки, на которых нет, в принципе, без установки дополнительной этого же подшипника, они тоже становятся, и все нормально работает. С Дайва Ригл нужно вытянуть один из подшипников, и получается, что шпуль будет прощаться только на одном подшипнике у вас, а не на двух. Вот, также эти шпули, так же самые, как и SLP, они не подойдут к, например, к Калде 17-го года японского рынка, которая идет с большим подшипником в подшпульном узле. Ну и некоторых других катушках, которые сделаны на ее базе, если я не ошибаюсь, это Баллистик и Прорекс ЛТ без приставки X или Wii, или же 10 или 5, да? Но могу ошибаться, я не помню, какие там подшпульные узлы, но, в общем, на некоторые из таких катушек эти шпули не станут. На большинство же, начиная от самых дешевых RX, ну и вот заканчивая Фримсом, вот на вот эти вот все, абсолютно все катушки, данные шпули прекрасно-прекрасно станут. Это облегченные шпули, то есть весят они примерно столько же, сколько и штатные шпули на катушке на Дайва ЛТ уровня, популярный сегмент, самый продаваемый. То есть смотрим, вот эта мелкопрофильная шпуль, мелкопрофильная, это важно, мелкопрофильная весит немножко больше. То есть она весит практически 35 грамм. А в то время как шпуль SLP весит 32 грамма, что немножко меньше и, в принципе, как бы лучше. То есть они все еще остаются актуальными и, в принципе, покупать их, я думаю, что как бы тоже стоит, если вам подходит, конечно, по размеру. Ну и стоимость их примерно точно такая же, как и шпули просто Дайва. SLP, если что, это тоже тюнинг контура Дайва, такое себе подразделение внутри Дайва, суббренд. Еще такой интересный факт, смотрите, вот здесь вот в размере 3000С. Да, пружинка у нас благополучно улетела. Так, вот здесь у нас идет пакет стандартный из трех фетровых шайб. И нагрузка на фрикцион данной катушки будет сколько там? 10 килограмм, что ли. Ну, короче, там много. Что такое нагрузка на фрикцион? Многие новички думают, что это тот вес рыбы, который выдержит эта катушка. Нет, нагрузка на фрикцион – это тот вес, при котором при максимально зажатом фрикционе шпуль не будет проворачиваться, то есть будет фрикцион в нерабочем положении. Вот, в шпульках SLP в размере 2500-2000, как в вот этих, я пока что не знаю, я не держал их в руках еще маленьких этих шпулей, в них идет всего лишь одна фетровая шайба и нагрузка на фрикцион там, по-моему, 3 килограмма, то есть не 3, как вот здесь, а всего лишь одна. А для чего это нужно? Это нужно для Light Ultra Light, для того, чтобы более плавно, более мягко регулировать фрикцион, ну, как бы, при работе с небольшими нагрузками, с небольшой рыбой, не рвать там пасти микроакуней, ну, в общем, чтобы фрикцион отрабатывал как можно более плавно на руках некрупной рыбы. То есть это нужно учитывать. Вот, если вдруг кто-то знает, какие пакеты фрикционов, потому что описаний на сайтах, где продаются эти катушки, пока что еще нет, вот они буквально пару дней назад, на момент съемки этого видео появились, то есть какая там нагрузка на фрикционность, соответственно, какой состав фрикционного пакета, я не знаю. Если вдруг кто-то знает, отпишите, пожалуйста, я думаю, что многим очень будет полезно. Так, ну, а теперь мы возьмем катушку Diver EUR SLT, вот она, и попробуем заменить данную шпуль, установить подшипник и посмотрим, что из этого получится. То есть мы берем вот старую шпульку, родную, которая весит 60 грамм с намотанным шнуром и бейкингом, и мы ее заменим на вот эту шпульку, которая со шнуром и бейкингом будет весить, ну, я думаю, что до 40 грамм в любом случае. То есть мы срежем 20 граммов веса сразу же. Благодаря чему это достигается? Да, благодаря тому, что вот эта шпуль не имеет выборки металла фрезером, а вот эта имеет вот здесь вот. То есть вот таким вот образом они и облегчаются. Так, что нам нужно сделать? Мы берем катушку, берем наш вот этот вот, берем наш пакетик. И берем наш пакетик. Нам понадобятся две вот этих вот шайбы и... Ну, и я сразу возьму подшипник 4х7х2х5 и не буду ставить эту втулку. То есть мы на шток одеваем первую шайбочку. Она у нас получится дистанционная. И от регулировочных шайб, которые здесь стоят, она будет дистанцировать наш подшипник. И таким образом он не превратится в втулку. Внешняя обойма он не будет соприкасаться с этими шайбами. И будет хорошо крутиться. Дальше. Сверху. Ставим вторую шайбу, которая будет в данном случае так бы фиксирующей подшипник наш. Так, ну и, собственно, ставим шпуль. Есть. Поставили. Ну и на выходе мы получили катушку, которая стала на 20 граммов легче. В ней появился подшипник под шпульном узле. То есть таким образом мы подняли класс вот этой дешевой катушечки. Сделали ее... Ну, что самое важное, это легче. Подшипничек это такой себе уже небольшой бонус просто. Вот. А все благодаря новым шпулькам Дайва. Вот. На этом все. Если осталось что-то упущено, конечно же, задавайте вопросы в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Не забывайте подписываться на канал, потому что в следующем видео будет обзор Дайва Кастизм, а потом ее тюнинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока-пока.